Глава государства также подписал постановление о дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности строительных материалов. В нем определены задачи, реализация которых должна обеспечить в ближайшие годы многократный рост выпуска отраслевой продукции, широкое использование сырьевой и ресурсной базы регионов. Все подробности в следующем обзоре. О том, как растет Узбекистан, о его созидательном потенциале убедительно всего сегодня расскажут масштабы строительных работ. Новые жилые массивы, сельские дома, бизнес-центры, дороги, производственные объекты и многие другие. Свидетельство развития сферы. В свою очередь обусловили и солидные темпы роста индустрии, строительных материалов и выдвигают перед ней новые задачи. По подсчетам специалистов, только за последние два года в нашей стране объем строительных работ вырос почти в два раза. И, соответственно, мы видим очень высокий спрос на строительные материалы. Как на традиционные виды строительных материалов, такие как цемент, стекло, кирпич, так и на новые виды строительных материалов, которые позволяют нам внедрять энергоэффективные технологии, позволяют строить высокие дома, позволяют строить новые сооружения, которые ранее были недоступны по тем или иным причинам. В основном используются строительные материалы отечественного производства. Тем не менее, такие виды стройпродукции, подчеркну, с высокой добавленной стоимостью, как керамические и древесно-стружечные плиты, стекло, обои и многие другие, до сих пор импортируются в страну. Сей факт говорит об огромных перспективах налаживания их выпуска отечественными производителями, тем более для большинства из них есть сырьевая и ресурсная база. Это и стало поводом для комплексного пересмотра работы отрасли с акцентом на глубокое освоение сырья и производства востребованных материалов для строительства. Предстоящие к реализации меры конкретно определены в постановлении главы государства о дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности строительных материалов. Документ, по сути, обозначил качественно новый этап развития, что должно обеспечить максимальную локализацию производства стройматериалов, расширить ее экспорт. Утверждены прогнозные параметры по расширению сырьевой базы строительной индустрии на основе геологоразведки, добычи и переработки местного сырья в 2019-2025 годах, а также целевые параметры производства строительных материалов в 2019-2025 годах. Так, в указанный период для пополнения сырьевой базы предписано увеличить добычу и переработку свыше 13 миллион тонн известняка, почти 2 миллиона тонн гипсового камня, глинистых элементов кирпичного сырья, кварцевого песка на 1 миллион. Солидный прирост предусмотрен в производстве самих материалов для строительства и отделки объектов. Согласно постановлению, производство обоев увеличится в 47 раз. Почти в 20 раз должно вырасти производство паркетных панелей и плит, в 15 раз ДСП и других аналогичных материалов. Кроме того, вырастет производство газобетонных блоков, лакокрасочных материалов, архитектурно-строительного стекла, композитной арматуры из базальта. Ожидается также двукратное увеличение производства цемента. Заметим, речь идет главным образом о локализации импортируемых материалов. До сегодняшнего дня мы наблюдаем за последний год-два значительный импорт цемента, стекла в республику. По данным позициям необходимо отметить, что буквально в течение полутора лет новые проекты, которые сейчас осуществляются в республике, полностью покроют этот импорт, и республика будет обеспечена своим цементом и своим стеклом. В свою очередь, новые меры по развитию индустрии должны обеспечить и очередной виток развития территориальных экономик, более полного использования их сырьевой базы. Новые мощности в основном будут построены в регионах. Из перечных перспективных проектов в 2019-2021 годах в сфере промышленности строительных материалов выделим следующее. В Каракалпакстане планируется организация трех производств по выпуску древесно-стружечных плит из стеблей хлопчатника, камыша, соломы с общей годовой мощностью 180 тысяч кубических метров. В Жизаке будет налажено производство материалов на основе базальта объемом 2000 тонн в год. В Кашкадарье планируется организовать производство газобетонных блоков. На Мангане наладят выпуск санитарно-технических изделий. В Ташкенте будет создано предприятие ежегодным выпуском полутора миллионов квадратных метров паркета и ламината. Всего по республике предусмотрено в эти годы реализовать 104 перспективных проекта, на что будут направлены кредиты в 500 миллионов долларов. Анализы показывают, что во многих регионах нашей республики доля крупных отраслевых предприятий превалирует. И в отдельных регионах этот показатель составляет более 55%. Реализация утвержденных параметров, увеличение сырьевой базы и производство строительных материалов, согласно этому постановлению, будет способствовать диверсификации промышленности наших регионов. Между тем предусмотрена и такая льгота, как освобождение от уплаты таможенных пошлин 13 видов сырья. Она будет действовать до 1 января 2020 года. Наша основа – сырье. Там даются такие серьезные преференции для производителей и продавцов сырьевых материалов, это, допустим, от того же полевого шпата, других компонентов, что мы будем сами разрабатывать сырьевые источники для нашего производства. Новые задачи требуют и комплексного решения кадровых вопросов. С этой целью в нескольких вузах регионов страны, начиная с предстоящего учебного года, поручено организовать обучение по таким направлениям, как технология производства строительных материалов, изделий и конструкций, производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий, материаловедения и технологии новых строительных материалов, технологии стеновых и облицовочных строительных материалов. Это очень серьезная подмога для нас, потому что мы столкнулись с такой ситуацией, что мы вынуждены были по некоторым позициям приглашать иностранных специалистов. Более того, еще постановление позволяет нам заочно посылать на обучение наших специалистов. Это для нас серьезная помощь. В документе указаны конкретные механизмы каждой из поставленных задач, источники их финансирования. Его эффективная реализация, как уже отмечали специалисты, позволит обеспечить и качество, и объемы строительных материалов. Повысить конкурентоспособность внутреннего производителя, что в свою очередь откроет возможность для выхода и на экспортные рынки.